Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Продолжаем раскопки нашего сознания. И копаясь, вы знаете, даже достаточно глубоко не надо идти, мы находим огромный пласт под названием «Стихи Владимира Маяковского». Вы можете любить, не любить Маяковского, но очевидно то, что его слова, его образы, самый ритм его рифмы, его стихотворная лесенка вошли в плоти кровь нашей культуры, особенно в кровь нашей культуры, потому что поэт, конечно, революционный, кровавый, причем даже в трагическом, в прямом смысле кровавый. И вот об этом хотелось бы поговорить, потому что мы только что отметили 120-летие рождения Маяковского. Вообще странно подумать, 120 лет, 1893 год. И прошло оно как-то, по-моему, незамечено. Ну, замечено, конечно, были публикации, очень много сейчас говорится о том, что закрывает музей Маяковского на Лубянке, та самая комната-лодочка, и непонятно, где теперь будет новый музей. Маяковского, потому что у него несколько московских адресов, есть квартира Брика и так далее. И даже такое странное событие, как на Триумфальной площади, она же площадь Маяковского, открылась Чайхана. То есть все вот эти, так сказать, мыторства с 31-м числом, все эти реконструкции, все это завершилось совершенно неожиданным таким азиатским шадром. И даже непонятно, как это все понимать, какое было создано такое общественное пространство у самых ног великого поэта. Так что вот обо всем об этом поговорить мы пригласили литературного критика Викторию Шухину. Добрый вечер. Добрый вечер. Виктория. Ну вот, собственно, то место, которое Маяковский занимает в нашем сознании, в наших словах, в нашей культуре и в нашей повседневности, в общем-то, потому что Маяковский так или иначе оказывает влияние на современное состояние нашей культуры. Как вы считаете, он сам бы отнесся к нынешнему своему статусу такого вот забронзовевшего, такого классика, входящего в состав хрестоматии всех школьных учебников? Ну, я думаю, что как раз к этому он отнесся бы без восторга. Во-первых, он отнесся без восторга к тому, что... Ну, к чайхане, может быть, он отнесся с юмором. Все-таки ему был присущ какой-то юмор. Ну, да, да, тут какая-то ирония есть. Вот, ирония там, и, может быть, над этим он даже и посмеялся бы, что-нибудь бы сочинил, там, хана, чайхана, там еще такое. Вот. Что касается его как классика, это его тоже, возможно, устроило бы, да? Ну, как-то ему хотелось всегда стоять рядом с Пушкиным. Вот, но в том же стихотворении, посвященном Пушкину, юбилейной, да, он говорил «Ненавижу всяческую мертвичину, обожаю всяческую жизнь». И вот, как бы, исходя из этого, чайхана туда, в эту жизнь вписывается, а как бы общие к нему, ну, скажем так, достаточно нейтральные отношения нет. Вот, хотя, хотя, притом, я должна сказать, что, скажем, вот, я знаю юных анархистов, да, которые просто его любят, цитируют, обожают и себя чистят, можно сказать, под Маяковским. Вот, панки уже разных поколений, там, вот я смотрю на них на протяжении, наверное, лет 15, может быть, даже 20, вот, вот панки разных поколений говорят «Маяковский панк», «Маяковский наш поэт» и так далее. Вот, ну и коммунисты, там, стихи о советском паспорте любят. Но это, конечно, все не мейнстрим, но каким-то утешением Владимир Владимировичу Маяковскому служить может. Вот так я думаю. Ну да, панк-поэт – это хорошо, это действительно такое вот революционное начало, это связывает его с, как бы, истоками панка, с 60-ми, с 70-ми годами, да, и с небезызвестным панк-молебном, и в этом смысле Маяковский, конечно, остается таким очень революционным началом. Но вот с другой стороны, действительно, я думаю о том, насколько он понят за рамками школьной программы, да, вот в вашей статье недавно, недавно про Маяковского цитируете его, вот этот отрывок, который он сам выкинул, да, не в... который один из черновиков, «Я хочу быть понят моей страной, я не буду понят, что ж, по родной стране я пройду стороной, как проходит косой дождь». Вот, и вот в этом смысле мне кажется, что Маяковский как-то до сих пор не понят родной страной какие-то очень большие в нём противоречия, потому что, с одной стороны, вот скажем, вспоминая своё детское открытие Маяковского в ранних классах школы, какой-то невероятный пронзительный романтизм в нём вдруг открываешь в раннем Маяковском, всё это флейта позвоночника, и послушайте, и так далее. Вот это вот просто вспоминаешь, как на тебя сваливается вот это чудо слова Маяковского. И, с другой стороны, вот это вот революционный задор, который нас вдалбливали года школы, и вот непонятно, как сочетать вот этот вот нежный романтизм и вот эту вот громогласную мощь поэта-трибуна. Ну, что касается школы, то тут, я думаю, как и в мои, в ваши школьные годы, он, естественно, подаётся как-то и препарированно, и рафинированно, и не во всей полноте. Но это, в общем, относится почти к каждому большому писателю или поэту, поэтому тут как бы ничего особенного нет. Это во-первых. Во-вторых, романтизм Маяковского, ну, конечно, когда человек ещё юн, может быть, он воспринимает что-то вот самое какое-то трогательное, то, что какие-то струны задевает романтические, там, сентиментальные даже, как ни странно это слово звучит в применении к Маяковскому. Но ведь и тот самый дореволюционный Маяковский, которого многие любят и многие предпочитают, и многие противопоставляют Маяковскому советскому, тот самый Маяковский, он же, вот этот зародыш революции, он был в нём и очень был сильно развит, не только в нём, вообще во всех футуристах, да, вот как бы как в группе. Там, если начать это прослеживать, там очень какие-то интересные такие вещи проявляются, и то, что вот вы процитировали, я хочу быть понят своей страной, да, но не буду понят, так что же, она такая печальная, а оно, вот эта, эта строфа, она потональна, такая тональность, она и для молодого Маяковского была, и молодому Маяковскому была несвойственна, в общем-то. Такая сентиментально-меланхолическая. Меланхолическая. Вот какая-то такая со слезой, да, что называется. То есть такие куски у него в поэзии есть и были там, и в советское время были, вот эта строфа там у примера, или там вот этот романс, который я очень люблю, о молодом самоубийце из поэмы про это, «Мальчик шёл, закат глаза уставив». Вот. Просто я думаю, что мы тогда воспринимали, ну, как бы каждый своё, Маяковский всё-таки очень большой, да, и, может быть, мы не видели вот этой агрессии, которая в нём была там. Ну да. Окровавленные туши лобазников там. Я люблю смотреть, как умирают дети. Ну, вот эта самая, это одиозная строка, но у меня там было кое-какое объяснение, возможно. Ну да, что речь идёт о некой, так сказать, прочевозачаточной практике. Это действительно, это случайно попало ко мне какой-то автор. Ну, всё равно хотелось, наверное, этой строкой шокировать, потому что здесь это же вписывается в такой нецшианский контекст Маяковского. Ну, наверное, да. Так вот мы когда были молодыми или юными, и как-то там любовь там, всё такое, и ложились какие-то строки, и потом там какое-то одиночество, там непонятость и так далее, да. Всё это ложилось вот из Маяковского, изымалось. Естественно, к сожалению, я думаю, про нецши мы тогда не подозревали, про его связь с Маяковским, его влияние. А равно как не подозревают, я думаю, сегодняшние школьники. Я так посмотрела по программе, может быть, я что-то пропустила, но там нецши я так не заметила. Может быть, я просто... Да, я вообще не уверен, что есть. Но это, кстати, огромная тема, о которой мы и поговорим. Я вообще, признаюсь, хочу назвать этот эфир «Заратустра революция». Потому что Маяковский и Ницше, и вообще и большевики и Ницше, революция и Ницше, это гигантская совершенно тема. Да, эта тема очень интересная. Только вот тут нужно иметь в виду такую вещь. Хотя вот я в своей статье привожу примеры, да, вот Заратустра говорил там, солнце обращался к солнцу, Маяковский обращается к солнцу, да. Ну, и там Ницше писал, почему я так мудр, почему я так умен, почему я пишу такие хорошие книги. Маяковский говорил, как же мне себя не петь, когда весь я сплошная невидаль. Это так всё-таки, если строго говорить, не столько заимствование, да, хотя известно, это установлено ещё советскими исследователями, там Перцовым в частности, что Маяковский читал Ницше. Ну, и дело в том, что Ницше был в воздухе действительно. Он растворён в этой культуре, в конце вот этого фендесиек или начало 20 века. Начало 20 века – это просто, как говорил Андрей Белый, Ницше – наша милая цыганская песня в философии. Тут гениальное определение – цыганская песня. Ницше – цыганская песня. Вот такой вот, наоборот. Вот. Но мне кажется, что тут не столько вот такое заимствование, да, вот прочитал и там побежал писать. «Я одинок, как последний класс у идущего к слепым человеку». А совпадение, да, вот темперамент, характер, не знаю, психологический тип, вся эта истеричность и надрывность Маяковского, они очень соответствовали тому же в Ницше, в общем-то, что Ницше выражал меньше в жизни и больше в книгах, ну, а Маяковский как бы, да. Ну, это да, это вот, опять-таки, я думаю, мироощущение фендесиек или вот это вот конца века, такой надрыв, который, я не знаю, там даже в романах Томаса Мана показан, то, что, так сказать, оборвалось вот этой струной Первой мировой войны, той самой, да, чеховской лопнувшей струной. Вот этот вот надрыв, он очень сильный у Маяковского. Ну что ж, продолжим наш разговор о Маяковском, Ницше и русской революции после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология. Заратустра революции». 120 лет Владимиру Маяковскому только что мы отметили, но как-то этот юбилей прошел очень малозамеченным. Вот решили мы у нас в археологии с музыкальным, извините, ну, музыкальным, литература и музыка, собственно, недалеко ушли друг от друга, с литературным критиком Викторией Шохиной поговорить о феномене Маяковского в русской культуре и советской культуре 20 века и в современной российской культуре. Ну вот к разговору о Ницше. Ведь большевики же сами по себе очень сильные ницшеанцы. По-моему, я помню, Борис Гройс писал, что о ницшеанском начале у Ленина, что Ленин себя видел таким вот каким-то вот ницшеанским, которому человеком, которому все дозволено. По-моему, сам Маяковский, да, видел Ленина как сверхчеловека? Ну, в общем-то, да. Можно сказать, Маяковский до революции там грезил о приходе нового человека. Он видел его приход. И в Ленине он его увидел. Кстати, еще нужно сказать, он же в облаке в штанах называет себя крикогубой Заратустрова. Заратустрова, да. То есть поэтому название Заратустрова революции очень гениально, точно совершенно. Вот. Что касается большевиков, то я придумала, или мне кажется, что я придумала, такой термин «латентные ницшеанцы». Вот. То есть эстетически, да, им Ницше, в общем-то, претил. И об этом они писали еще до революции. Не знаю, там, Плеханов, тот же, тот же Троцкий, Владимир Ильич Ленин кричал «Домой литератор сверхчеловеков», там, какой-то 905-й год, ну и так далее. Вот. И всю эту ницшеанскую, так сказать, идеологию, на которой русская интеллигенция так была падка, и так была в ней заинтересована. Про это, про нее они говорили, что это эгоистическое стремление уйти от борьбы, там, ну, что-то такое. Вот. Мелкобуржуазная, наверное, да. Мелкобуржуазная, да, да. Но, тем не менее, конечно, Ницше, как вообще вот весь Серебряный век со всеми вот такими странными эксцессами, да, вошел вот в этот весь идеологический набор большевиков, да. Им что там нравилось? То есть еще, да, вот, Автарханов говорил, что Ленин не простой большевик, что он держит в одной руке Маркса, в другой руке держит Ницше, а в голове у него Макревелли. Вот. Ну, может быть, это все некоторое преувеличение метафоры, но, тем не менее, действительно, опять же, в плоти кровь большевизма, большевистской идеологии Ницше вошел. Тем более, что идеологию строили там Луначарские и другие богостроители, которые были отпетыми ницшанцами. Вот. Им что могло там нравиться? То есть нравилось даже точно совершенно. Ну, во-первых, переустройство, полное переустройство мира. Потому что про Ницше вот как бы известно, что он хотел не столько объяснить мирскую, сколько переделать его. Прямо почти по Марксу. Вот. Штурм неба, да, борьба с христианством, с христианскими ценностями там и так далее. Гимна здоровья. У Ницше же, вот, Заратустра, что это такое? Он не ради духа, не главный дух, а главное это тело. Значит, любовь к дальнему, в противоположность любви к ближнему, это все такая большевистская, ну, идеология в разных ее проявлениях. Ну, вот вы сейчас перечисляете, это все же один к одному интенции авангарда русского. Совершенно верно. То есть вот этот тот взрыв, которым и был русский авангард, еще, да, и художественный авангард, и все мои манифесты, и супрематистские манифесты, и фут-футуристы, и пощечина общественного вкуса, это что же они в большой степени вышли из Ницше? Может быть, все-таки совпали, ну, вышли, совпали с Ницше. Ну, да, то, что... Нет, впитали, да, впитали в Ницше. То, что Ницше сформулировал философски, то русский авангард сумел выразить художественными средствами. Да, совершенно верно. И, собственно, вот я думаю, что Маяковский, как поэт авангарда, он в этом отношении, конечно, очень сильно принадлежит этой культуре, потому что, ну, вообще, я считаю, авангард это крупнейшая инвестиция России, да, что ли, крупнейший вклад России в культуру 20 века. Ведь если с закончанием авангарда мы ничего сопоставимого по масштабу не дали мировой культуре. Ну, в общем, да. Мы ничего сопоставимого с Маяковским-то, пожалуй, что и не дали. Как к нему не относиться, да, вот по масштабу? А Маяковскому мы дали как-то в мировую культуру, он вошел, или он все-таки остается явлением локальным? Вот Пушкин, Пушкин, наше все, ну, а что Пушкин в мире? Пушкин в мире далеко не все. Пушкин в мире не все. Да. Ну, вы знаете, тут, может быть, можно вспомнить о каких-то американцах, но они, в общем, шли от Уитмана скорее, да? И Маяковский, кстати, читал Уитмана, и, в общем, тоже как-то. Интересно, я даже не думал об этом, да. Поэтому тут вот какие-то вот такие вот перехлесты есть. А что касается контента, скажем так, то, конечно, вряд ли. Ну да, словисты-словисты, конечно, изучают его, да, но вот чтобы он так... Нет, словисты изучают его, кстати, вот, да, правильно вы тут напомнили, словисты его изучают просто активно, с большим интересом, итальянцы, шведы, этот Янгфельд, книги пишут огромные. И он, на самом деле, там изучен, может быть, даже не больше, но точнее, чем у нас, да? У нас эта советская вот эта литература видения, она его несколько задавила. Ну да, в этом отношении, конечно. Ещё у нас, я думаю, нашу литературу видения ещё надо пройти Маяковского, потому что есть довольно скучная книга Перцова, да? Потом кто у нас ещё о Маяковском? Большие-большие вещи, всё. Ну, там недавно, ну, относишься очень недавно, лет 10 назад, выходила книга, так, Алла Михайлова, «Точка пуля в конце пути». Очень, кстати, вот я тут в последнее время пересматривала, очень неплохие работы о Маяковском у Бенедикта Сарнова. Ну, а там, если раньше, там это Шкловский, Якобсун, ну, это Якобсун уже не наш. Ну да, да. Ну и так далее. Те ещё воспоминания. А поязовцы, они как-то, они же, а поязовцы, они входили в лев какое-то время, поэтому, опять же, какое-то время они Маяковским интересовались, писали о нём там. Ну вот, говоря об авангарде, о Маяковской авангард, он полностью и бесповоротно принял русскую революцию. Для него это было воплощением всех его мечтаний, фактически, всего, о чём он писал на протяжении уже многих лет. Ну, он её ждал, он её, что называется, предрекал. В терновом венке революции грядёт 16-й год. Чуть-чуть ошибся, да, буквально там. Да. На полгода, можно сказать. Ну, тут такая вещь. Серебряный век вообще был беременен революцией. Да, и если мы на него так посмотрим с этой точки зрения, то, не знаю, там, революции 905-го года воспевали Фёдор Сологуб, там, Гиппиус, Мережковский, там, Фофанов и так далее. Ну, они говорят уже о блоке Белого. Да, понимаете, то есть, просто Маяковский, как он всё выражал, гораздо чётче, ярче, громче, наверное, ну, может быть, и сильнее, не побоюсь сказать, других, да, у него вот эта вот революционная страсть, революционный пафос, он у него и проявлялся, может быть, явственнее. А так они все ждали и все хотели. Бальман там писал, наш царь Мукден, наш царь Сусима, ну и так далее. В общем, вот если я говорю посмотреть на Серебряный век, революция зарождалась не только там в депо, куда ходили агитаторы всякие, да, да, да. А революция зарождалась и в эстетских журналах там. Поэтому... Ну, да, в этом... Поэтому он тут... Он как бы на теле русской культуры, в контексте русской культуры, он один из просто, он наиболее, да. Он один из, но наиболее яркий и наиболее, ну, может быть, даже адекватный. По крайней мере, мы революцию понимаем и ощущаем по-маяковскому. Через маяковского, я согласен, да, левый марш и вот это вот товарищ Маузер, грянь Парабеллум и вот эта вот вся поэтизация того страшного террора, который и развернулся. Но, знаете, я думаю иногда, что вот это, знаете, как в фильме Макаров, вот этот вот Маузер и Парабеллум, которые у него появляются, они в результате-то в него самого и стреляют, эти пистолеты. Ну, это трудно, я не знаю, не могу сказать. Это трудно сказать, потому что, ну, можно сказать, да, вот ты пел там «Насилие», да, там «Стар убивать», «Напепельница черепа», вот тебе там и всё. Но это тут трудный вопрос. Ну да, это, конечно, да, чисто этический даже. Самоубийство, понимаете, убийство и самоубийство, они вообще идут рядом, да. Да. Психологи говорят, что это как бы одна оборотная сторона другого. Вот. Ну, это очень сложный вопрос. Но тема самоубийства, у него же тема самоубийства на протяжении всех стихов, там, начиная там с 912 года, можно сказать, да. Но к убийству, я думаю, вот он не был бы способен. Я такой, он же не воевал, да, он же пишет, что его не взяли по неблагонадёжности воевать в Первую мировую. И вот не знаю, я представляю, вот мне, кажется, самый удивительный контраст Маяковского, вот такая вот громогласная внешняя оболочка громоверца, а внутри какая-то невероятная хрупкость, уязвимость, которая иногда у него во взгляде проявляется. Его отношения с женщинами, с собаками, какая-то нежность такая. С собаками, да. Ну, у него вот на всех фотографиях, хотя вот когда я была подростком, мне казалось, он очень такой вылепленное, мужественное лицо. А вот я сейчас посмотрела, у него везде, несмотря на всё это, на такие черты, какие-то такие крепкие, да, такой химен такой, мачо даже, у него везде есть это какая-то, я бы сказала, даже женственная слабость, вот какая-то, что-то такое есть. Вот. Но, может быть, он от уязвимости кричал. Ну, вот у меня, да, такое ощущение. Даже посмотреть историю его личной жизни, собственно, вот эти вот все трагедии, через которые он проходил, постоянное напряжение всей этой жизни с бриками, и то, что он не мог стать хозяином ситуации во всём этом. Ну, с бриками это вообще, на мой взгляд, патологическая ситуация. В том смысле, что мне это очень всегда не нравилось. Вот. И потом, как-то вот, он же всё время против обывателей, против мещанства, там у него Маркс со стены кричит, убейте конореек, чтобы они вам не сгубили коммунизм. Да? А при этом, значит, Лиля ему там пишет список, чулки тонкие, там столько-то пар, пальто такое-то, реношку, рисует реношку, автомобильчик такой. И вот он бегает по Парижу, ищет реношку, он покупает реношку, ну и так далее. То есть вот это вот байт, можно сказать, с одной стороны. С другой стороны, я не могла, не сказала бы, что так уж трагедийна была его личная вот эта вот жизнь, любовь и там все, и всё. У него, в него женщины влюблялись, он влюблялся, там что-то происходило. У него есть одно стихотворение, 14-го, по-моему, года, ко всему. Значит, там речь идёт о том, что девушка его бросила, ну, или изменила ему, и он за это ей мстит. А как он ей собирается мстить? Он изнасилует любую молодую, честную, красивую белую, как пел Маякова в Искусске уже. Вот. То есть вот эта агрессия и в то же время чувство обиженности какой-то, да? Вот этот трагизм. Ну, трагизм ли это? Может быть, я по-женски скажу, что эгоист он, как мужик. Вот. Ну, а так, как поэт, конечно, он всё переживал трагически. Это было в «Четыре», приду, Мария сказала 8, 9, 10, упал в 12-й час, как голова с плохи казнённого. То есть... Вошла ты резкая, как на тему чеперчатки замуж. Да, я сказала, знаете, я выхожу замуж. Ну, то есть он... Вот тут фильм по культуре, как хорошо, про Маяковского. Он там показан, как шейх такой арабский, который, значит, ну, хорошо одет, у него автомобиль, куча бабла. И он, значит, одну девушку увидел, за ней побежал, притащил её в ресторан, там, Ялта. Другую увидел, на неё запал, третью запал. Немножко пародийно, но правда на самом деле. Поэтому, ну, трагедия не трагедия, но с Лилией и с Осией, а он как-то был так сильно повязан. Тут даже было что-то другое, может быть. Хотя Лили, конечно, умела мужиков держать от поэтов до НКВДшников. Как и сестра её, да. Ну, и сестра. Но сестра-то послабее всё-таки, наверное, как-то. И Лилия тут вот, она разгулялась, это было её время, её там среда и всё. Да-да-да. Но он ещё был, он же с Осией так и дружил. Вот как бы он был повязан с ними, с обоими, может быть, потому что, когда они встретились, они сумели его вот как-то оценить, что-то ему объяснить, как поэту. Ну, вот что-то вот так, мне кажется. Да, действительно такая, с одной стороны, сильная вроде бы личность и Бон Виван, и заметная личность, с другой стороны, вот это вот его личная такая, не знаю, реализованность, нереализованность, но, по крайней мере, остаётся очень много вопросов и с Татьяной Яковлевой, и все другие отношения. Но я не об этом даже столько хотел поговорить здесь, поскольку всё-таки такой мейнстрим нашей беседы, я считаю, маяковские революции, маяковские культуры. Вот меня такая вещь интересует, как маяковские масса. Вот как он себя чувствовал по отношению к этим 150 миллионам? Потому что, ведь с одной стороны, он говорит, что это такое, он их как-то там скоты, как он говорит, миллионы скотов, одичавших, тупых, голодных, как вот эти блоковские скифы, которые потоком идут. Вот. Но с другой стороны, он восхищается этой массой, единица вздор, единица ноль и так далее. Он сливается с этой массой, такой, знаете, как вот опять-таки Артега и Гасса, да, здесь вот он тоже говорит, это мы. Да, восстание массы. Ну, вот это вот очень интересный такой момент, это вообще вот этот момент, как бы выбора между я и мы, да? Вот он чувствовал себя частью толпы, потому что Мандельштам не мог, да, вот он, так сказать, с завистью смотрел, да, я человек эпохи Москва-Швея, но он не таки, он писал, потому что он не был человеком эпохи Москва-Швея, он слышал совершенно другой отзвук культуры Серебряного или Золотого века. А Маяковский, вот он себя чувствовал таким вот человеком толпы. Но с Мандельштамом тоже не всё так просто, он воспевал ритм, как орудие в руках государства, но это уже тоже другой разговор. Что касается Маяковска, тут действительно есть некая такая загадка, потому что ему, как такому индивидуалисту, да, зацикленному на собственном я, он сборник свой первый назвал я, назывались у него там стихи Владимир Маяковский, человек это тоже я, мы Владимир Маяковский, хотя, хотя, ну, во-первых, один из пунктов манифеста футуристов был стоять на глыбе слова мы, среди моря свиста и негодования. То есть некое мы, как общее тело, как выразился тот же Маяковский, он всё-таки чувствовал, общее тело, вот он сказал, это во время войны, когда вот бежит полк, это общее тело, которое всегда всё равно остаётся живым, как бы не погибли отдельные члены. То есть, вот революция с коллективистской её идеологией, да, уже, она как бы дала ему вот какое-то такое вот советское-то направление, ну, и какое-то такое диковатое, потому что, с одной стороны, парадоксальное, с одной стороны, значит, он эту поэму первый раз публиковал вообще без автора, как будто её написали вот эти 150 миллионов там каких-то людей, Иванов вот этих вот, которые там потом с Вудер Вильсоном там воюют как-то, вот, но с другой стороны, с другой стороны... Сюжет фильма «Брат», кстати, да, тоже в Чикаго приехал, «Брат 2», я имею в виду. Кстати, гениально, наверное, Балабанов это там вычитал. Да-да-да. Вот, и то там... У него же Вудер Вильсоном в Чикаго почему-то, да, располагается, да. Да, там, кстати, потрясающее подробное описание отеля, в котором живёт этот американский президент. Просто лаки, там какие-то салфетки, бокалы хрустальные. Ну, это для Лили, наверное, да. Не знаю. По заказу. Вот. Так вот, с другой стороны, все эти 150 миллионов, которые как бы написали эту поэму, он утверждает там где-то в начале, что они говорят через него, Владимира Маяковского. Поэтому, с одной стороны, он как по-буддийски растворяется в этом огромном совершенно месиве, не побоюсь этого слова, я к людям хорошо отношусь, но когда вот 150 миллионов на тебя бегут, это страшно. Это с одной стороны он как бы растворяется, а с другой стороны эти 150 миллионов как бы усиливает его собственное я, поскольку они говорят через него. Вот тут вот такая какая-то сложность. Поэтому вот эта вот фраза из Ленина, да, из поэма Владимира Ильича Ленина «Единица вздор, единица ноль, голос единицы меньше писка, тоньше писка», она, мне кажется, ну ему, если он как бы начал это анализировать, она относится не к нему, как к рупору этих 150, а к кому-то из этих вот... Какой-то абстрактной единицы. Всем нам остальным, да. Да, да, да. Кому-то, кто бежит в этой самой... А он все-таки тот самый Ницшанский Заратустро. Он все-таки один, потому что все говорят через него. Да. Поэтому тут есть такое вот это какое-то легкое лукавство. Он снимает свое имя, но при этом говорит, они все равно без меня никуда. Наш разговор о Заратустре революции Владимире Маяковском продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» с литературным критиком Викторией Шохиной говорим сегодня о Маяковском, его отношении с советской властью, его отношении с революцией, его посмертная слава, что Маяковский представляет из себя для нашей современной культуры. Ну вот поэма «150 миллионов» мы говорили. Ее ведь Ленин так достаточно амбивалентно оценил, да, как он назвал это, с «Хулиганский коммунизм», да, вот эту поэму. Ну да, но Ленин, по-моему, однозначно ее оценил, именно «Хулиганский коммунизм». Но тут дело в том, что Ленин вообще не любил футуристов. Большевики, надо сказать, вообще к ним относились скептически, да, вот эти все крики, выкрики, то есть... Ну и вообще, мне кажется, вкус такой у большевиков был достаточно, как у людей, не слишком развитых эстетически, он такой был очень консервативный. Ну, тут нужно тоже их как-то дифференцировать, потому что, ну да. Потому что, скажем, самый консервативный это был Владимир Ильич Ленин. А Троцкий, у него есть совершенно гениальная книга «Литература и революция». Он даже мог быть достаточно тонким литературным критиком, да, но все равно, конечно, он говорил, что там футуристы не вписываются в пролетарскую идеологию, это какая-то богемная революционность и так далее. Да, не пролетарская революционность, а богемная. Ну, что, кстати, точно, между прочим, при том, при всем, они действительно не вписывались. и ставшие левовцами, то есть, как бы, объявляя себя большевиками от искусства, они все равно не были носителями пролетарской революционности. Так это Троцкий, да, Сталин, Сталин был развитым человеком. Он мог разобрать любое литературное произведение просто от и до. Вот, не зря он так, между прочим, ценил Пастернака. А вот зря, наверное, Пастернак его так ценил. Это уже следующий вопрос. В смысле, Сталина или... Сталина. Сталина, да. Сталина, но и Маяковского там с собой. С Маяковским какая-то ревность была у Пастернака, по-моему. Да, с Маяковским у них была ревность, и Пастернак, это тут вот тоже интересная тема. Как бы он там, он в 22-м году подарил Маяковскому книжку «Сестра, моя жизнь свою», я там с надписью все не буду читать, «Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких богоделин на искреннем вашем пути?» то есть он как бы упрекал Пастернака, ой, Маяковского, что он стал слишком советским, да, но сам Пастернак... Он же по наркомату просвещения работал в первые годы после революции. но их там взяли, Брик, и его там еще каких-то футуристов. Ну, Шкловский вообще комиссаром там был. Ну, но потом от них избавились. Луначарский на самом деле их опекал к вопросу о большевиках, но потом Луначарский сказал, что типа вот они считают себя коммунистами, но они все-таки не вполне коммунисты. Ну, просто сама идеология там вот эта вот коммунистическая, она становилась все более и более, ну, не побоюсь опять этого слова, кондовой какой-то, да, и, конечно, вот эти все вот эти вот такие всплески и выкрики, они были ни к чему. А Сталин, ну, Ленин, я там привожу такой проект, как Ленин пугался, на него шла актриса, и читала там «Наш Бог бег, сердце наш барабан, дней бык пек, медленно лет арба». И наступала на него, Ленин вот так вот пятился, и Крупская его прикрывала грудью. Вот. А этот самый Иосиф Виссарионович наоборот, ну, правда, там на него никто не наступал, что понятно, наверное. Это было в Большом театре уже в 30-м году, в январе, Маяковский читал там какую-то часть из поэма Владимира Ильича Ленина. И Сталин от души, можно сказать, ему аплодировал, да. Это к вопросу о вкусах большевиков. Ну, то есть, это было отчасти даже не политическим моментом, то, что он когда, в 36-м году, что ли, сказал, что Маяковский лучший, талантливейший поэт нашей эпохи, что уже на многие десятилетия стало эпиграфом ко всем собраниям сочинений. То есть, это было, может быть, и личное мнение, эстетическое осуждение Сталина? Ну, может быть, во-первых, это совпало, а во-вторых, по сути, Маяковский, по сути, Сталин повторил, чуть как бы, уже сделав четче, может быть, то, что написала в своем письме Лили Брик к Маяковскому. Она же жила вообще на переиздании, поэтому ей это было кстати. Но это и нам всем кстати, потому что... Повышала капитализация. Да, совершенно верно. И она написала, как вот Маяковского не печатает, а он там главный поэт революции, не помню дословно, но... И Сталин это просто перефразировал и более четко выразил вот в этой чеканной формулировке. Но это, конечно, был политический момент, потому что если мы посмотрим вот так вот, ну, из 1936 года, да, на то, что Маяковский писал, там совершенно есть жуткие стихи, там про императора, про смерть императора к десятилетию расстрела царской семьи, он пишет совершенно страшное стихотворение с реминисценцией Мейз Лермонтова, ну, ужасное. Потом что-то такое типа марксизм не догма, а руководство к действию. Ну, я условно говорю, ну, это какое-то длинное название. Вредитель про какого-то инженера из шахтинского дела. То есть мы этих стихов, мы их пропускали, но там много вот этого совершенно... По заказу советского... Вот по заказу, он по душе писал, хрен его знает, я не знаю. Я знаю... Ну, вот он, например, в двадцать седьмом году пишет Горькому стихотворное послание, да, и пишет там, что, ну, возвращайтесь с капри, там, нифига, типа там, с дальней горы смотреть на то, что в нашей замечательной стране происходит. Вас любит власть и любит партия, вам будет все от квартир до дачи. Психотворение? То есть... Как в воду глядел? Он абсолютно точно все это либо знал, либо предугадал, как во многих случаях как пророчил. Да. Но тут что удивительно, опять, он против мещанства, да, мне кроме свежевымытой сорочки сказать по чести ничего не надо, да, а какими-то пошлыми, вот такими категориями оперирует, приезжайте не только потому, что вот у нас такая страна, нужно участвовать в строительстве, там все, а потому, что у вас еще будет вот квартира. Паек, да. Слово паек там нет, но, наверное, подразумевается. Но Горький приехал. Горький приехал, да, услышал. Ну вот, действительно, очень интересный вопрос отношения Маяковского и советской власти. С одной стороны, такой абсолютно лояльный человек, который, кажется, шел вместе с партией, колебался вместе с партией, да, ведь он же вышел из лев, вступил в этот страшный раб Российской ассоциации пролетарских писателей и так далее. И тем не менее, он оказался не, как бы, застрельщиком всего этого, он оказался попутчиком, да, его постоянно власть начинает отвергать. И вот я думаю, может быть, с этой своей левизной он просто не понял, что поезд уже ушел, и он повторил судьбу, там, Мирхольда. Ну, я думаю, что он... Или, скорее, Мирхольд повторил его судьбу, да. У них оказалась общая страшная судьба. Да. У Мирхольда даже страшнее. Хотя, кто знает, что там было с Маяковским, мы тоже не знаем. Вы знаете, я думаю, что вот эта его, действительно, левизна, она такая природная, да, кто там шагает правый, левый, левый, левый. Ну, кстати, по этому поводу в пойме хорошо. Розовые лица, пистолет желтый, моя милиция, меня бережет. Да. Жезлом правят, что вправо шел. Пойду направо, очень хорошо. Вот такой, как бы, да, Думаете, тот был, да, какой-то момент? Не знаю, нет, понимаете, ну, поэджи он не так рационально думает, он пишет и все. Это вот я не верю. Он хоть вот рассказал там, как делать стихи, но на самом деле стихи все-таки не пишутся, случаются. Все-таки немножко, там он как-то пережал с этой рациональностью. Вот. Ну, во-первых, с линией партии было колебаться, мне кажется, очень тяжело, потому что тогда шли какие-то эти разгромы, левый уклон, правый уклон, да, и, может быть, он за чем-то не уследил, может быть, он, даже не может быть, а точно. Ну, вот, Ленин хвалил стихотворение про заседавшиеся, да, потому что в 22-м году Ленин говорил, самый страшный наш внутренний враг бюрократия. Тогда же, в 22-м году, это говорил Троцкий, да, но Ленин потом умер, а Троцкий это продолжал говорить, а Маяковский продолжал считать, что это самый страшный враг, поскольку он верил Ленину, любил Ленину, смотрел на Ленина, как на Бога, хотя как на самого человечного человека. Вот, и тут вот произошла такая вот, я бы сказала, нестыковка, я не думаю, то есть, с одной стороны, он колебался вместе с партией, но, с другой стороны, он не мог... Он был слишком искренний для того, чтобы вписаться в генеральную линию. Вот, и в нее, это нужно было быть действительно каким-то вертким, юрким, как вот Замятин, Евгений говорил, юркие писатели, которые знают, когда петь... Демьян Бедный, возьмем хотя бы. Там чистый вариант, да. Вот. И, кстати, Замятин Маяковского юрким не называл. И он просто не успел, что называется, за ситуацией, а может быть, даже не смог. Да, я думаю, скорее даже и не смог. Он не то, что конъюнктурно отслеживал и что-то там не просчитал. Я думаю, он слишком искренний был и слишком большой. Он не вписывался в любом случае в этот вот новый советский расклад. И мне кажется, что власть его оторгла именно потому, что он был слишком большой и неудобный для власти. Он вообще не нужен. Неуправляемый. Он был не нужен. То, что он был не нужен, при всей своей готовности вроде бы служить там и партии, и социалистическому отечеству и так далее, это точно совершенно. И вот, ну, как раз, где-то в 1927 год разгромили троцкистскую оппозицию. Ее главный лозунг был тот, что Труцкий повторял вслед за Ленина с 1922 года о советской бюрократии, о преданной революции, о сталинском термидоре и так далее. И Маяковский попадает со своей баней, это 1929 год она вышла, самое, можно сказать, он оказывается как бы таким главным троцкистом. Как раз 1929 год это высылка Троцкого, это уже остатки этой оппозиции там запрессовали тем или иным способом, а потом просто убили, уничтожили. и он с этой баней, которая баня, суть есть направлена против бюрократизма. И он искренне и правильно считал, что да, бюрократизм это то, что губит советскую власть и погубит. А по сути, бюрократия становилась правящим классом и приходила та самая культура 2 по-паперному, которая, так сказать, надо было правильнее. Люди начинали мундиры покупать, ходить в рестораны под ручку за женой. Ну да, в этом смысле он, конечно, не мог вписаться в этот расклад. И вот я здесь пытаюсь понять, мы подходим к этой страшной точке, к его самоубийству, в какой степени это было ну что ли запрограммировано в его ну так скажем преданной революции. То есть вот тем фоном на котором это все произошло, то есть очевидно, конечно, была масса причин и, так сказать, и личного плана. Но вот тем фоном, на котором оно произошло, ведь была же выставка 20 лет работы, на которую никто не пришел, ни один руководитель. Пришли только кто там, Шкловский и Кирсанов из литераторов. Вот. И фактически это было фиаско Маяковского. Так что вот может быть здесь был вот этот вот революция пожирает своих детей, тот самый еще один случай? Ну, может быть, можно и так сказать, кстати, да. Революция, когда она превращается в бюрократическую такую систему глобальную, она тоже пожирает, но она все время пожирает, в общем. Конечно, я не знаю, мне насчет личных причин не уверена. там у него одна была девушка полонская, другая, ну, там Татьяна Яковлева вышла замуж. Ну, это все не так. На самом деле, то есть, это не так для него все-таки было поворотно. А вот он хотел эту выставку устроить, он чувствовал, что как бы в его лояльности сомневаются, или что ему уже не верят так, что ему так не доверяют. Это он чувствовал, потому что то Осю с Лилией там куда-то за границу не пустили, он там бился ради них, пустили, то ему в Визе там в какой-то в Париж отказали. Тоже непонятно, почему, может, там интриги были, Лилия, но неважно. И он чувствовал, ну, это критика там Маяковщина, там, да, баню разгромили. И он чувствовал, что вот вот эта страна, да, вот это государство, государство, которое он так любил, которому так хотел служить и считал, что служит там, радуюсь я, что мой труд вливается в труд моей республики, служит по всей программе, она в лице всех этих руководителей от него отказалась. То есть она сказала, не, паренек, давай, ты не наш. Все. И вот это, вот это, то, что они не пришли на выставку, а там должен быть и Сталин, и Каганович, и Молотов, в общем, хрен знает кто, все, да, и не пришли писатели, лефовцы не пришли, потому что они на него обиделись, там, раповцы не пришли, потому что они его так и не приняли. Потому что он попутчик, да. Он попутчик, он чужой все равно. Раповцы тоже потом начали уничтожать, но это уже, опять же, другой вопрос. Вот. И мне кажется, что вот это было для него чувство краха. Вот именно вот это, это даже не фиаско, это крах, это полный крах. Потому что он писал от имени 150 миллионов вот этой всей страны, да. Он с ними чувствовал себя там в едином строю каком-то. А оказывается, что нет, что ты не в строю, а ты где-то там на обочине остаешься. Так он это воспринимал. Вот. И мне кажется, что это, он же 12 апреля это написал, свое письмо, вот письмо пресмертное, да, тоже какое-то странное. Он пишет, товарищ правительства, обращаясь к правительству, потом на ты. Моя семья, это там Брикетта, мама, папа, ой, папа умер давно. Мама, сестры, Вероника Витальевна Полонская, обеспечим хорошую жизнь, там все. Понимаете, человек, который обращается к правительству на ты, значит, мыслит себя, ну как бы... Равно, одной крови, равным. Ну понятно, да, это как что-то... Это его правительство, вдруг оказывается, да, что весь тот проект, который он выстраивал все эти десятилетия, он сам в этом проекте не нужен, не вписывается. Вот этого он не мог пережить, вот этого, а не любовные какие-то драмы, там это, не знаю. Да, пожалуй, мне так кажется, вот я так это воспринимаю. Чувство отвергнутости гораздо более высокого плана, да, чем в любовной линии. Может быть, да, да, и я думаю, вот в Советском Союзе это чувство было достаточно сильно, все так или иначе художники, да, ему были подвержены вот это чувство, что тебя раздавит, государственная машина. Здесь есть Зощенко с Ахматовой, ну, Ахматова уже, ну, Зощенко можно вспомнить, как был раздавлен, не знаю, Шостакович, как был раздавлен. То есть кто-то это бы пережил, а кто-то с такой тонкой душевной организацией, как Маяковский, и не смог. А кто-то просто был уничтожен. А кто-то, да, а кто-то просто в личном качестве был уничтожен. Но, вы знаете, мне еще кажется, что то, что это произошло, это в какой-то степени вот такой дальний отголосок вот этого вот авангарда, когда авангард мыслил жизнь как проект, некое жизнестроительство. И тут как завершение, да? Ну да, и смерть как проект, жизнь как проект и смерть как проект. Вот эти вот стратегии жизнестроительства авангардные, как, я не знаю, там Бурлюк ходил в цилиндре, Монокли рисовал лошадку на щеке, вот, ты экспериментируешь с собственным телом, и ты, собственно, играешь собственной жизнью и смертью. Ну, это еще Заратустра, да, если тебе не удалось жизнь, знай, удастся смерть. И еще Заратустра. Умри вовремя. Но, понимаете, это все такие эстетические моменты, хотя эстетические моменты тоже в жизни и смерти играют иногда большую роль. Тут еще может быть другая... Это вот тоже часть авангарда, эстетика вместо этики в каком-то смысле. Да, да, кстати, пожалуй, тут это, ну, по крайней мере, это так можно объяснить. Может быть, еще какой-то момент. Письмо само по себе кажется очень странным. Ну, кроме вот этого обращения к правительству, на ты, да, дружеское, так сказать, дружеское, семейное, я бы даже сказала, там стихи какие-то. Ну, стихи хорошие там, кроме, там, как говорят, инцидент исперчен. Да, любовная лодка разбилась. Море уходит спать, море уходит спать. Вот. Но вот оно создает ощущение какой-то такой, ну, нехорошее слово, просто не знаю, литературности даже, не литературности, литературности. Все, оно какое-то большое, из разных частей, обращение к правительству, стихи, потом жалься Ермиловым, не доругался, потом не сплетничать, покойник этого больше не, покойник этого сильно не любил. То есть он о себе пишет. Покойник, то есть тут что-то такое. И вот версия, что ему помогли, тоже не исключена. Просто зная его суицидальную вот эту тематику, да, или там то, что в эстетике авангарда рассматривается как тоже какой-то акт, да, эстетический. А вот как-то тут все намешано, но это очень сложно, я не знаю. Ну да, да. Ну, в любом случае, так или иначе, приходится об этом говорить, потому что жизнь поэта, смерть поэта, это уже, так сказать, факты истории, факты этики, факты эстетики. Как мы сказали, и как бы проект Маяковского не может быть понят вне этого. Не может. Вот, как мы и не можем воспринимать, скажем, Пушкина вне его дуэли и смерти, и дуэли на Черной речке и смерти на Мойке. И точно так же Маяковского не можем воспринимать. А, кстати, это произошло в той самой комнате лодочки, да? Угу. Кстати, там удивительный музей, очень хороший музей. Там же, да, на стене написаны как раз вот эти сталинские слова, вот это Маяковский был и остается. Такое совершенно одно из неожиданных совершенно мест московских, прямо напротив Лубянки находится нашего большого дома. И голова его так стоит, да? Я забыл, известный архитектор его делал. Не помню тоже. Да, 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 очень известный. Это считается едва ли не самой большой его удачей. Сейчас не могу вспомнить, как раз Ревзин писал об этом в моем проекте. Ну вот, культ Маяковского, который затем наступил уже в 30-е годы, то, что мы уже немножко затронули, как Пастернак пишет, Маяковского стали выводить принудительно как картошку при Екатерине. Он отнимает что-то, дает что-то. Вот как нам быть с этим таким культом? Ну, культ в том смысле, что Маяковский стал официальным поэтом, которого нужно было изучать в школе, которого издавали с собраниями сочинений, там комментировали, интерпретировали, о нем рассказывали и так далее. Все несколько сглажено и однообразно, может быть, но тем не менее я считаю, что Пастернак был неправ, хотя бы потому, что мы с вами говорим, и не мы одни, при том при всем. Хотя, может быть, 120 лет можно было как-то и громче отметить. Понимаете, через этот культ, через введение его в школьную программу в обязательную, изучение тщательной на филологических факультетах, люди приобщались к поэзии вообще, да, они начинали, может быть, с Маяковского, там, заканчивали, не знаю, блоком, допустим, но даже не заканчивали, да, скажем, в каком-то 47-48 году на филфаке был замечательный семинар Дувакина по Маяковскому, и одним из участников этого семинара был Андрей Донатович Синявский, да, и вот как бы пробившись через Маяковского каким-то еще, не знаю, там, художественным пластам, то есть в любой форме, в самой стерилизованной, может быть, да, с выткинутыми строками от Роцком в поэме хорошо, или там, Владимир Ильич Ленин, или еще что-то, без этого я хочу быть понят своей страной, при том, при всем, все равно все мы разных поколений, начиная с 30-х годов, к нему так или иначе пробивались, да. Ведь я думаю, да, и потом очень много шестидесятники, вот это второй русский авангард, он целиком из Маяковского вышел, начиная с поэтов политеха и кончая неофициальной поэзией. Да. Там, я думаю, и Игорь Холин, и... Сапкир, да. так сказать, и Сапкир, и нынешние, я не знаю, там, может, нравится, не нравится, но там Бренера, Александра Бренера, я не могу там без Маяковского представить, или Лимонова, поэзию Лимонова. Лимонов, кстати, да, хотя у Лимонова есть очень злобный о нем. Да вы что? Да. О Маяковском? Да, у него есть книжка такая, называется «Священные монстры». «Священные монстры», да. «Священные монстры», да-да. И вот он там по всем проходится. Я даже не помню, что он там по Маяковскому тоже проехался. Ну, смотрите, да. Вот дает. Да, да. Потому что мы вот с ним сидели в этой студии, и, так сказать, как раз по поэзии и революции мы говорили, и очень много рассуждали о Маяковском, и он с таким прям пиететом, что он себя чуть ли не продолжателем дела Маяковского чувствует. Но, кстати, он в поэзии действительно продолжатель дела Маяковского. Но, тем не менее, вот в этих «Священных монстрах», ну, Лимонов, он такой специфичный человек. Ну, да, он самоутверждается за счет. Тут может быть и ревность, как и то же самое «Пастернак» с Маяковскими. Ну, уже к Маяковскому ревновать как-то, да. Лимонов может. Лимонов и Гёте преревнует. Нет, он там и Пушкина раскладывает, называет его поэтом для календарей. Орвала он называет ренегатом. Бродский поэт-бухгалтер. Ну, в общем, короче говоря, он так по всем проходит, в общем, тут Маяковский. Но про Маяковского я даже удивилась. Я к Лимону очень хорошо отношусь, но вот... Ну, я, думаю, да. Я думаю, мы все, так сказать, можем читать эти оценки, но все равно в завершении нашего эфира хочу сказать, что, конечно, не можем не признать, что Маяковский, я действительно, повторюсь, то, что сказал в начале, повторю то, что сказал в начале, Маяковский — это плоть и кровь нашей культуры, и он по-прежнему вот как это вот странный какой-то памятник стоит на Триумфальной площади, он какой-то огромный, неудобный и трагичный, и он по-прежнему такое же вот неудобное и трагичное место занимает в нашей культуре какой-то гигантский дымящийся кусок поэзии, как вот этот вот концентрированный русский авангард, который выкинул нас в 20-й век, который дал русскую революцию, всколыхнул мир, и вот во главе этого русского авангарда стоит фигура Владимира Маяковского, которому только что исполнилось 20 лет. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Это «Литературный крик» Виктория Шохина. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Доброй ночи и удачи.